когда тоже первый раз да я так понимаю вообще сейчас я вам скажу такую вот одну классную фразу времени скажу покажу я почему-то всегда так привык начинать свои вебинары не помню откуда фишка это появилась но то что вы имеете сегодня соответствует тому о чем вы мечтали если сегодня что-то в вашей жизни еще ну пока что не так наверное даже не стоит смотреть этот вебинар на серьезно говорю если что-то в вашей жизни еще не так если все вас вернее если все вас устраивает нашей жизни этот вебинар смотреть не нужно если еще что-то есть как хотя бы какая-то вот одна отрасль которая вас не устраивает может быть квартиру получше хотите может хотите какую-то цель свою воплотить может хотите путешествовать больше я говорю сразу что вы пришли правильное место и вот знаете я всегда удивлялся вот одно такое простое слово oriflame вот смотришь на это слово и у каждого разной ассоциации вот у кого были ассоциации изначально что это каталоги тетки сумки продажи у кого были такие ассоциации можете тоже в чатике плюс и плюсы ставить чтоб я понимал у меня было какое впечатление компании рифлэйм у меня родители топ-7 беларусь на уже топ-8 данную все это исправимо они работали всегда в арифлейм это был такой офис он был неподалеку от нашего района где мы жили и постоянно когда я говорил что ну друзьям водилой допустим там подъеду к родителям на работу на офис они к его и в арифлейм ты чё там и так далее начинали разгонять потому что даже тогда будучи детьми да то есть ну лет 12 13 14 уже возникало такое впечатление что арифлейм это что-то такое блин видим а все миф у этих ребят что то было не так кто-то блифлей много отзывался но вот именно отклики были такие как вы думаете какие были открыты у меня меня будут наверно такие же вот самые впечатления компания не но если для кого то из вас сегодня рифлэйм это серьезная реальная возможность заработать реальная возможность оплатить свои мечты в нужном месте и очень классно что мы сегодня на этот вебинар попали и знаете а сегодня вы узнаете самую настоящую правду о компании Reflame, вы уже от меня. Если вы не слышали правду о компании Reflame от меня, то вы не слышали 50% всей правды. Поняли? Поэтому сейчас мы начнем. Вообще, кто-то мне писал, что первый раз. Вроде Павел писал, да? Писал, что первый раз. Смотрите, вот сегодня, если кто-то здесь первый раз, у вас такое своего рода начало. На своего рода начало вашего бизнеса, вашей карьеры Reflame. И вот начало оно, ну, по сути, у каждого разное, да? Вот у меня начало было такое. Мне было, блин, не помню, вроде 14-15 лет мне было. Меня родители взяли с собой на семинар. Там выступали люди из Березы, Щучино. Ну, вот это были наши регионы такие. И были еще топовые лидеры были из города Березы. Вот они тоже, мы их пригласили, они у нас выступали. И что происходило? Меня взяли с собой родители и так вот там поднеси, подай там, помоги и так далее. Там что-то поднести. И мне, естественно, приходилось какое-то время, какие-то промежутки сидеть в зале, да? Сидеть в зале мне приходилось, и я вот слышал, что на сцену выходили люди, и кто-то там говорил, там, я зарабатываю, там, блин, 20 миллионов. Ну, вы представляете 20 миллионов на то время? Это были огромные деньги, ну, на самом деле. И кто-то выходил, говорил, там, даже 30-40 миллионов, но даже не в этом суть. Вышла такая женщина, она была, ну, блин, ну, вот таких вот размеров, кажется, на всю сцену казалось, что сцена сейчас провалится, да? Не в обиду, конечно. Но эта женщина, она вышла, она такая вот, таким волосом, каким-то таким, каким-то таким грустным волосом начала говорить, и начал говорить, о, я там золотой директор, там, у меня там две ножки выросло, там, ну, одну спонсоры сделали, одну я там это, и так далее. Я смотрю вот на этого человека, вроде как бы смотришь на него, харизмы, ну, немного, да, мягко скажем, немного харизмы, человек стоит, он золотой директор. Потом я вот думаю, сижу, блин, я в компьютерах, там, туда-сюда, да, думаю, я столько всего умею, вроде, да, техника, и все, и все у меня, почему я не могу сделать то же самое? И вот это вот понимание пришло. А потом, вообще, люди выходили на сцену, кто-то не помнит точно, кто произнес классную фразу. У бизнеса нет пола. Да, вот у меня было такое вот небольшое такое сомнение, что бизнес, Алифлейм, это не мужской бизнес. Но на самом деле, вот копаться в истории, покопаться в истории, я, покопавшись в истории, начал понимать, что основатели компании, ну, Алифлейм, это мужчины, и то, что топ-лидеры, да, не в основном, но топ-лидеры, тоже мужчины в большинстве, то есть, ну, есть и топ-лидеры, есть и просто вот, когда вот золотые директора, очень много золотых директоров мужчин, то есть, все это увидев, я понимал, что на самом деле здесь есть место и мужчинам. И знаете, как было у меня? Знаете, как я шел в Алифлейм? Естественно, когда вы идете куда-то работать, вы кому-то рассказываете, это мой там, слушай, я в Арифлейм пошел, и я там пошел туда-туда-туда. Когда я сказал своим знакомым, что я там в Арифлейм иду, они сказали, Паша, Арифлейм, что, серьезно, что ли? Там пи-пи-пи дальше еще, да, вот всякие там пошли, маты там пошли. Я вот как-то так вот к этому отнесся, но потом получил, скажем так, инструкцию, как отвечать на такие возражения, и я ответил, кто из вас мне реально даст возможность заработать деньги? Кто из вас реально даст мне возможность как-то вот какие-то свои радости себе вот обеспечить, да, вот в таком даже возрасте? Спасибо. Спасибо. И автомобильная программа, и полностью и премии, и все, то есть не просто за товарооборот платят, да, а премии, то есть вы в другом месте не найдете это просто так. Здесь бизнес для мужчин. Я сейчас придерживаюсь такой позиции. Давайте вот сейчас я вам просто расскажу, что дал мне Арифлейм. Первое – это деньги. Реально не хватало, реально не хватало. Кто понимает, о чем я говорю? Поставьте плюсики. Поставьте плюсики. И странно, у всех денег что ли хватало? Что-то я как-то так удивлен. А, не у всех, хорошо. Кто-то равно ставит, кто-то ставит равно. Это что-то, ага, понятненько, плюсики в основном. Вот смотрите, я сейчас просто вам расскажу, как было до Арифлейм, да. Вообще с самого детства хотел зарабатывать деньги. Вот у кого такое может было, тоже можете поделиться этим и что-то в чате написать. Когда семья топ лидеров, да, Арифлейм, могут многие задать мне вопрос сейчас. Паша, у тебя семья топовые лидеры, как это у тебя денег не хватает? Можете такой вопрос задать, но скажу по-простому. Нормальному человеку любому никогда не хватает денег. Нормальному человеку любому не хватает никогда денег. Если человек говорит, что ему хватает денег, то это уже сразу можете отвечать. Это не ко мне, это к психологу. Но на самом деле, если люди говорят, не в деньгах счастья, да, так ты выйди на улицу, разбросай деньги, и будь счастлив. Да, если люди говорят, что деньги это зло, то как-то вот в магазин заходишь, все как-то в карманах зла не хватает. Правда же говорю? И вот то же самое было у меня. Я всегда, хоть у меня и были деньги всегда в кармане, было больше, чем у остальных всегда, потому что, ну, семья топ лидеров. Но всегда был такой момент. Всегда хотелось иметь что-то лучше. Хотелось иметь лучше, ну, как там в детстве, велосипед, лучше компьютер, лучше планшет, когда они появились. Лучше телефон хотелось иметь. Но, извините меня, если у родителей это все время просить, во-первых, какая бы ни была хорошая мать, это все равно женщины. И просить у нее деньги, это, ну, априори, как-то вот, ну, не по себе, да. А второй момент, то, что просить все время у родителей, просить, 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 извините, ни одного родителя не хватит. Поэтому надо всегда понимать, что нужно в жизни быть автономным, нужно самому уметь себя обеспечить, и нужно самому уметь зарабатывать деньги. Хотя бы элементарно себя вот просто прокормить на какие-то маленькие радости. Если понимаете, о чем говорю, тоже ставьте плюсики. Так вот это все почему-то сводится именно, ну, к точке вот деньги, да, вот деньги. Деньги это что? Деньги это здоровье, деньги это подарки вашим близким, деньги это свобода отчеканенная, как говорила Тамила Полежаева. Деньги это вот просто вот инструмент, за который можно купить не все, но очень даже много, почти все можно купить за деньги. И дальше есть такой очень один момент. Пришло понимание того, что я никогда не смогу работать по найму, я никогда не смогу работать на кого-то, я никогда не смогу быть под гнетом начальника, ну и так далее. То есть мне даже с учителями всегда было тяжело выживать, потому что они все время давили свою точку. Если кто-то здесь из студентов есть и понимает, о чем я говорю, тоже поставьте плюсики. И третье это путешествие и отдых. Скажите, пожалуйста, вам вообще не надоело ли стать ВКонтакте или там где-то в Одноклассниках ленту, видеть эти все картинки, как мы отдыхаем, там все там, да, люди там что-то выкладывают. Мы там отдохнули там-то, там-то, да, мы отдохнули там-то, там-то. Или просто картинки там, набережная там такая-то, такая-то, в США где-то, да, в каком-то штате там. Вам не надоело это все смотреть? Мне бы, честно говоря, это все надоело. Надоело, потому что это все всего лишь в компьютере. И хотелось когда-то вот, ну, в тот момент хотелось больше путешествовать, хотелось что-то свое, ну, вот именно как-то вот отдыхать. И с чего все началось? Поехал в Австрию, крестная моя там, ну, в общем, она там жила некоторое время, я к ней поехал как-то в гости, мы с семьей поехали. Я вот увидел те места, я увидел эту красоту, и я понял, что все-таки жить там не очень, потому что, да, про условия мы все знаем, что за границей там бывает где-то лучше, где-то. Но я понимал, что побывать в таких местах стоит, и жизнь она одна, надо успеть выпить ее дана, как говорится. Поэтому, не побывавши хотя бы в 20 странах, считай, что жизнь зря прожил. Поэтому мне именно Арифлейм этим не нравится, возможность путешествовать, возможность не работать по найму, возможность элементарно не вставать в 6 утра и иметь при этом хорошие деньги. Кто считает так же на теперешний момент? Поставьте плюс. Деньги это зло, добро это, что на них покупаем. Да, действительно. Действительно так и есть, правильно написали. И смотрите, я сейчас вот вам покажу такую вещь. Очень я любил делать это, когда еще был, ну, может, года полтора назад, когда еще вообще даже к Арифлейму никаким боком не относился. Любил делать вот такую вот вещь. Расчет жизни. Расчет жизни что нам гласит? 11 лет на школе учимся, что мы получаем? Ну, просто напишите. Я думаю, что ответ будет примерно вот такой вот, да? Да, вот такой вот ответ будет. Но ли какой-нибудь напишите? Потому что действительно, во время обучения в школе мы ничего не получаем. Университет. Университет вообще, я вот недавно тоже презентацию вот эту давал, 8 миллионов я здесь написал, что за год. Мне сказали, ты что, куда ты смотришь вообще? 8 миллионов нигде нету, есть минимум 20. Мне так сказали. Поэтому я сейчас скажу циферки, давайте в два раза больше. Представим, что здесь не 8, а 16 миллионов. Вот смотрите, средняя стоимость обучения в университете в год, 16 миллионов, да? Смотрите, учимся мы 5 лет. Итого получается там, так, 80, 75 вернее, 75 миллионов получается, да? 75 миллионов получается ориентировочно за 5 лет. То есть смотрите, средняя зарплата по Беларуси, сейчас я видел статистику 6 миллионов 100. Но вы сами понимаете, что 6 миллионов 100 это в два раза уменьшает, да? От 16 миллионов, да? А остальные все зарабатывают там по 2 миллиона. То есть вы понимаете, о чем идет речь. И смотрите, средняя зарплата по Беларуси я взял вот в реале, как это есть. Примерно вот 2 500, сейчас 2 500, ну было в то время 3, да? Примерно вот год назад. Смотрите, примерно вот тут даже не 13 месяцев, примерно полтора года, чтобы вернуть свои деньги, которые ты вложил в обучение. Вообще нормально вот, ну, полтора года бесплатно работать, полтора года вот жизни своей отдать. Кто считает, что это нормально? Вот давайте сейчас, ну вот, на чистоту, кто считает, что это нормально? Полтора года отдать за то, что ты его заплатил. То есть, ну, я вообще этого никогда не понимал. У меня всегда вот в душе был этот протест. Напоминаю, это было до Reflame. Это было до Reflame, я до Reflame все это любил делать. Но, смотрите, опять же таки, крик души. У кого есть крик души, что 16 лет мы отдаем ради того, чтобы просто зарабатывать, ну, это элементарно, чтобы ноги не протянуть? Кого это устраивает? Я думаю, что никого не устраивает, он минусики такие хорошие пошли. Смотрите, на выходе, ну, ладно, была бы перспектива, да, ладно, что-то было бы. Но на выходе нищеская пенсия. Кто видел в новостях или где-то в интернете много очень информации такой, что пенсионный фонд, он потихонечку разваливается до такой степени, что уже через лет 15 уже пенсии не будет? Кто вот это вот, ну, вообще, смотрел, читал? Я вот это читал, и я реально понимаю, что через лет 15 уже пенсии как таковой не будет, потому что люди должны будут всю жизнь откладывать, правильно? Чтобы в конце жизни как-то вот, ну, прожить. Поэтому вот такой просчет жизни, я думаю, это вам хороший инструмент, чтобы вы просчитали свою жизнь, как это у вас есть, и туда ли вы время свое отдаете. Я говорю сейчас про тех, кто еще пока что на госработе работает. Может, стоит как-то быстрее подняться здесь и уже кинуть в госработу, но действительно. Я не думаю, что вы большой кайф ловите, когда встаете в 6 утра и ездите в переполненных маршрутках, там, автобусах или где-то еще, правильно? И смотрите, такую вот классную, классный такой моментик выделил, в интернете тоже нашел. Рабам в средневековье, да, вот добавлю, в средневековье давали еды и одежды ровно столько, чтобы им хватило для того, чтобы они смогли дальше работать. В принципе, вот что-то вообще в зарплатах поменялось, ничего не поменялось, наверное, действительно, потому что как прожить на 3 миллиона, ну, я не знаю, это должно быть какое-то искусство, сверхискусство, да, должно быть какие-то умения особые, чтобы прожить на 3 миллиона. Сейчас, да. Смотрите, опять же таки, если говорить об отдыхе, вот я реально понимал, что если мне идти куда-то работать, то это либо за 2 миллиона в офисе, правильно, либо же где-то вот, ну, у меня, в принципе, есть такие чуть-чуть небольшие связи, в принципе, на азот меня могли бы устроить. Кто понимает, что такое азот? Это Гродно-азот, это один из самых больших вот заводов именно в Гродно. Там зарплаты хорошие, действительно. Но я понимал, что там здоровье, Гродно, потому что там, ну, все-таки работа при химии, то есть все, люди реально доживают до 50 и все уже, то есть там со здоровьем полные пипи. Поэтому, смотрите, и опять же таки, если речь идет об отдыхе, отдых там тоже не дают. Отдых там дают буквально, там, даже не 24 дня, как здесь написано, там дают меньше его. Ну, то зарплата более-менее хорошая, если сравнивать с двумя миллионами. Так вот, смотрите, если речь идет об отдыхе, то на работе время и сроки лишают начальник. То есть не факт, что ли это вы будете отдыхать. Сколько сейчас? 24 дня, кто знает. Сколько сейчас у нас опыта влится на госработе? Сколько длится? Смотрите, в чем суть. Вот здесь я написал одну такую фразу, вот, а в Reflame мы сами себе начальника, когда захотел, тогда и отдохнул. К этой фразе я вернусь, пока что, ну, не забивайте себе это в голову, что действительно так и есть. Отчасти это так. Но, смотрите, 24 дня в год, это вообще нормально отдохнуть? Нет. Вот кто считает, что это нормально? А кто считает, что это ненормально? Плюсики-минусики. Давайте обратную связь, более живее как-то давайте. Будем с вами беседовать сегодня очень много. Смотрите, если говорить дальше о премиях. Кто сейчас работает на госработе? Поставьте 22. Потому что плюсиков-минусиков много. Поставьте 22. Кто на госработе еще сейчас? Так, Ольга на госработе. Так, Светлана, Ирина. Смотрите, вот Ирина, Ольга и Светлана. Так, и Виктория. Виктория и Олеся, вот я у вас у пятерых прямо и спрошу сейчас. Вы на вашей работе... Ой, сколько много. Вы на вашей работе получали премии вот последние... Вот последние два года, давайте возьмем. Прошло два года из вашей жизни. Вы получили на госработе премии, ну, хотя бы в размере 500 долларов. Получали? Получали или нет? Давайте плюсы и минусы, чтобы я видел. Так, что-то молчим. Молчим, ну, как бы молчание – знак согласия, что не получали. В 1000, я думаю, тоже нет, ну, потому что в 500-то подавно, да? И в 2000. Я вот вижу, что тут как бы рук, вернее, плюсиков, да, совсем немного. Евгений Данилюк. Плюсик ставите, да? Плюсик получали, премию какую? Напишите. Напишите, какую премию получали. Смотрите, я всегда смотрю это с какой позиции. Даже если человек мне говорит, вот у меня было один раз такое, что мне сказал человек, да, вот сидел на презентации, он сказал, что я там получаю зарплату 2000 долларов. Я сразу ему говорю. Теперь задумайся, сколько людей в эту данную минуту, сколько людей думает только об одном, как подставить тебя и занять твое место. Сколько людей в данную минуту думают о том, как подставить себя и посадить на твое место кума, брата, свата, сестру и так далее. То есть, ну, кто, сколько человек сейчас думает об этом? В точку, я согласен. Именно вот это люди и не могут ответить на этот вопрос, потому что они просто в тот момент начинают понимать, вообще, что к чему и где они находятся, да? Поэтому, если говорить о премиях, то не в то место вы попали, если вы на госработу пришли. Если в Арифлэм, то да, здесь есть такие премии. Кстати, 500 нет, тут есть только 1000 минимально. Смотрите, вот я вам составил вот такой вот небольшой слайд, да, вот это вот примерные сроки достижения тех или иных званий и зарплаты плюс премии на них. Вы можете фотографию сделать, я на этом застряться не буду, уже многие из вас должны знать, на начальных этапах это все изучается. И смотрите, если говорить об автомобиле, то тут такая интересная фотография. Если вы хотите купить автомобиль на госработе, вы можете купить себе вот такую вот губозакаточную машинку, да, чтобы, ну, как бы мечтать поменьше, хотеть больше, получать вообще ничего, да. Потому что смотрите, как оно происходит. Чтобы купить хотя бы небольшой автомобиль, ну, вот, как понять небольшой, можно и маленький дорогой купить, да, там, кульс, гоночную машинку. Но если купить обычный автомобиль, просто вот себя возить, да, то это вот реально лет 15. Вот 5 тысяч долларов стоит машина сейчас такая, ну, блин, более-менее, да. Моя премия была в Арифлейм. Вот видите, вот о чем это речь. О том, что чтобы купить автомобиль в Арифлейм, даже, наверное, и премии не нужно, потому что здесь есть автомобильная программа. Если говорить про госработу, ну, можете не мечтать о хорошем автомобиле. Просто обычный, чтобы себя и кого-то там еще посадить, отвезти. Смотрите, что происходит. Шокирован я был, когда узнал, что такое вообще будет когда-то в Арифлейме, да, что автомобиль в подарок дают. В принципе, думаю, нет смысла сейчас камеру поворачивать, окошко открывать и показывать, как стоит прекрасно Volvo XC60 во дворе нашего дома. Но, чтобы вы понимали, где вам еще дадут машину, подчеркиваю, не служебную, в подарок в ваше пользование. Когда я посмотрел на цену этой машины, да, на цену, я просто, ну, что там греха таить, офигел я. Я офигел от цены. На самом деле, когда я узнал, что компания Арифлейм дарит такой дорогой подарок, да, не просто там какая-то там колесница средних веков, да, да, только в Арифлейме. В том-то и дело, что здесь автомобиль такой подарили, и вот я, когда на нем первый раз вообще в нем находился, когда я на нем сам проехал, я, ну, просто был в шоке, потому что это настолько, это вообще, это сочетание качества, безопасности, это сочетание удобства, технологий, электроники, это просто, я не знаю, это не машина, это самолет, скажем так, да, и это подарок. Когда вы бываете на мероприятиях, вот было недавно, да, вот у нас был Мегафорум, тоже видели много автомобилей, конечно, не таких Volvo, а именно XC60 много. Вы видели много таких автомобилей. Поэтому просто задумайтесь сейчас, если это не один человек, если это не одна машина, если их много, очень много, не только в Беларуси, а вообще по всему миру, может это уже как-то и не случайность, может это уже закономерность? Как вы думаете? Может это уже закономерность? Смотрите, я вам обещал рассказать про уникальность бизнеса Арифлейм именно с моей точки зрения. Да, давайте разберемся просто во всех плюсах. Давайте уберем эту скидку 20%, вот это все, да, подарки, это все, конечно, хорошо, да, но давайте уберем это все и взглянем глобальный. Идеальная модель бизнеса Арифлейм. Вот смотрите, в среднем, ну здесь не точно, но в среднем статистика, что чтобы открыть свой магазин и фраше, да, но это не просто, ну там, не магазин, а это просто эмблемка, просто эмблема, чтобы вы могли под этой эмблемой торговать. 75 тысяч долларов. Такая же ситуация с Тиандэ, ситуация с Белитовитекс. Вот у кого есть на сегодняшний день 125 тысяч долларов? Свободных в распоряжении, которыми можно куда-то там кидаться. Я думаю, не у многих, не то что не у многих, ни у кого сегодня нет таких денег, да, правильно же говорю? И смотрите, прибавляйте к этому еще примерно тысяч, 20-30, потому что вот это, я говорю еще раз, просто эмблема, а чтобы еще открыть какое-то вот помещение, да, арендовать, чтобы наладить доставку, наладить сертификацию, все это сделать, все продумать, ну опять же такие промоушены какие-то сделать, рекламу, чтобы были покупатели, это все очень большие деньги. Что Арифлейм дает? Вы хоть раз об этом задумывались, вообще нет? Арифлейм что дает? Готовый бизнес под ключ. Который бизнес под ключ. Почему под ключ? Потому что, поработав 2-3 года, построив хороший стос, 200 баллов никто не отменял, но это возможность сделать себе пассивный заработок, пассивный заработок. Думаю, все понимаете, о чем говорю сейчас, да, на одном языке. Давайте посчитаем просто. Готовый продукт, давайте, прямо на пальчиках, да, готовый продукт, готовый ассортимент, готовый каталоги, готовые офисы, логистика, готовые менеджеры, которые хотят вас обучить, которые заинтересованы в вашем результате, не только в вашем, а в общем командном результате. И смотрите, вот это все есть. И промоушены есть еще, да, промоушены добавим. Добавим еще поддержку от компаний в плане акций всех. То есть все это есть. Какова ваша задача? Какова ваша задача? Ваша задача просто создавать поток. Создавайте поток, обучайте, работайте с людьми. Я иногда так вот думаю, да, вот, когда проходят какие-то мероприятия, когда, допустим, вот, запомнилось мне очень, да, вот ДК МАЗ, когда у нас было мероприятие в ДК МАЗ вроде 20 марта, я вот думаю, вот сотрудники, да, сотрудники этого ДК, они смотрят на это все, они слышат все то же самое, что я сейчас здесь говорю. Они видят истории успеха, они видят все эти чеки там эти, они все это видят. Почему они, ну, как бы не пытаются об этом узнать и разобраться, что им лишние там 5-6 миллионов, ну, мало было бы или что. Вот я всегда об этом задумывался, задумайтесь и вы об этом. И, смотрите, схема на самом деле проста, проста да не проста. Смотрите, если бы вы захотели строить свой бизнес, ну, элементарно, давайте просто возьмем даже не продукты, даже не косметику, да, просто. Какой-то магазин, какой-то одежда. Вы хотите открыть. Я не буду, деньги вам это ляжем. И тогда вы поймете, в принципе, где вы находитесь и насколько все легко. Я просто, когда сейчас... Сейчас говорят, что рефлейм это там вообще, да, невыгодно. Особенно, когда говорить невыгодно. Но, наверное, когда вас, вокруг вас летают возражения от разных людей. Например, это несерьезно. Нет, наверное, это не мое. Да, я сразу вот этот вопрос у меня напрашивается. Наверное, это не мое. Богатым быть не твое, путешествовать не твое, автомобили получать не твое. И люди замолкают, задумываются, а потом обижаются. Иногда бывает. И вот, смотрите, я вот хочу обратить ваше внимание на... Вот здесь вот на слайде девушка, да, вот девушка и от нее такая мысль. На самом деле это не от нее мысль, просто я сюда вписал тогда, чтобы вы понимали, как это происходит. Я хотела бы, конечно, но у меня нет на это времени. У меня нет на это времени. Опять же, нет времени быть богатой, нет времени путешествовать, нет времени достойно жить. Правильно? Но, запомните, есть такие люди, как... Ну, это... Кто-то их так назвал умно. Люди, да, но. Я хотела бы начать заниматься спортом, но у меня сейчас нет времени, у меня работа. Я хотела бы пойти на танцы, но у меня нет на это денег. Я хотела бы начать то-то, то-то, но я не могу, это не мое. Я хотела бы работать в Арифлейм, но, наверное, это не мое. Кто встречается с таким? Плюсики ставим. И смотрите, у меня сразу возникает такая вот, что ли, фраза смешная, да, когда говорят, я хотела бы, конечно, как бы, я все, там, я супер класс, там, не против, да, но у меня нет на это времени. Смотрите, вот на слайде сейчас посмотрите, прочитайте. Она хотела бы жить на Манхэттене, но продолжала торговлю котлетами. У кого такое возникало? У кого такое возникало? Вот сейчас вы будете знать, как на это все отвечать. И давайте все-таки вот проясним один очень важный момент. Очень важный момент, вот крайне важный момент. Кто сегодня зубы чистил? Сейчас, наверное, чат разорвется просто. Кто сегодня зубы чистил? А кто сегодня пользовался, допустим, дезодорантом, или кто-то сегодня в душ ходил? Все ходили. Вот смотрите, вот в чате, вот обращу внимание, да, в чате сейчас вообще просто вот и мужчины, и женщины, да, ну, правда, мужчины и женщины. Каким боком я отношусь к косметике? Как вы думаете? Вообще никаким боком не отношусь. Но я все равно мужчина, правильно? Я все равно мужчина. У меня есть любимый парфюм, у меня есть дезодорант, у меня есть любимые какие-то вот, ну, продукты, допустим, даже просто вот я гелем, для душа моюсь, арифлейм, правильно? У всех есть любимые продукты. Зубы чистим все. Руки после улицы все моем. Если кто-то сейчас попробует сказать, что это не так, ну, наверное, что-то у вас не так, потому что этот процесс не остановим. И если задуматься глобально вообще, любая война, любой какой-то катаклизм, все равно люди будут мыться. Люди будут мыться всегда, и люди будут пользоваться всякими, ну, именно средствами личной гигиены. Люди хотят быть. Не все, я подмечу, не все. Люди хотят быть красивыми, как снаружи, так и изнутри. Ну, и изнутри. Потому что сейчас у нас есть и Велос, есть возможность. Если ты в Арифлейме, есть возможность. Этот процесс мы остановим. Наверное, мы этот процесс не остановим. Наша задача всего лишь возглавить этот процесс. Возглавить процесс не во всем мире, нет. Ну, хотя кто-то может в такие цели ставить. Но задача возглавить именно этот процесс хотя бы в своем регионе, если вы хотите быть успешными в Арифлейме. Возглавим, возглавим, замечательно, все. Если вы понимаете, что этот процесс не остановить, что для вас Арифлэйм вообще, ну, до. Я ей рассказал сначала все, да? Она, ну, так, ну, классно все, то есть она по-другому отнеслась. Потом я говорю, что для вас Арифлэйм до? И она говорит, у меня вот просто реально... Ассоциируется девушка, которая вылавливает меня на улице и пытается мне что-то впарить. Честно говоря, я чуть со стула не упал. Просто не упал, наверное, потому что было бы неприлично, да, перед человеком. В скайпе разговаривали с камерой полностью. Поэтому у кого-то такие ассоциации. Кто-то думает, что деньги в Арифлэйм только на продажах. Если человеку изначально говорите, допустим, Арифлэйм это большая организация, да? Человек что подумает? Большая организация, потому что все что-то продают. Ну, правильно я же говорю. Все что-то продают. Такая ассоциация у человека. И давайте разберемся, где же деньги в Арифлэйм вообще. Деньги в Арифлэйм за обучение. Все вы это знаете. Вам всем это изначально говорили. Давайте разберемся просто. Вот здесь на картинке есть первый уровень. Кто понимает, что такое первый уровень? 5% откуда мы получаем. Первая линия ваша. Вот здесь написано Светлана. Вы поработали непосредственно со Светланой. Она директор. Вы получаете 5% от ее товарооборота. 55 лет. Да, вроде там по... Кто помнит, сколько там лет выплачивается? Ну, если взять 55 лет, то это считается пожизненным. Еще даже и останется. Вы получаете 5%. Вы поработали непосредственно с этой Светланой. Что происходит дальше? Светлана ради вас работает в Арифлэйм. Светлана работает не ради вас. Она работает ради себя. И она обучает уже за собой следующих людей. Следующих людей обучает. Здесь есть Екатерина, Алексей, Мария, Кира, ну и так далее. Я не буду перечислять. Но здесь есть вот эти люди. Вы получаете 6 уровней. 6 уровней это что? Вот справа сверху видите. Директорский бонус 5%. Золотой бонус 2%, сапфировый бонус 0,5%, ну и так далее. То есть 5 или 0, 125%. Кажется, циферки маленькие, но, скажем так, информационники топовых видел и видел, что это на самом деле выливается в очень хорошие деньги. Это действительно выливается в очень хорошие деньги. Особенно вот исполнительный бонус 0,625. Казалось бы вообще, ну что, ну что, мизер. Но там тоже очень даже неплохая сумма выходит. И поэтому, если вы не продаете, вырастили, ну давайте не одного возьмем, двух директоров, не 7 миллиардов человек, как все есть. Два человека всего лишь вырастите, сделайте их директорами, обучите их, передайте то, что сами умеете. И у вас есть два директора, вы получаете хороший пассивный доход. В принципе, это вообще по статистике, это в 2 раза больше, чем на госработе получается вы. Но при этом вы можете не работать. Не работать это я что подразумеваю? Вы не работаете, но вы поддерживаете команду слегка. Ну то есть это такие базовые действия. Именно это вот, я снизу написал здесь, именно это делает модель бизнеса E-Flame идеальной. То есть платится все за организацию потока и последующем обучении. Кто понимает, о чем говорю? Наверное, все понимают. И смотрите, вывод. Какой я из этого сделал вывод? 1-2 месяца. Не пришел, посидел, кофе попил. Нет, это не прокатит, друзья. Вы пришли 1-2 месяца, активно поработали вы менеджером. 5-6 месяцев, вы старший менеджер. 10-13 месяцев. Вот это вот вообще, я оставлю в среднем год. Есть люди, которые за полгода делают. Но в среднем это выходит год. Вы директор. Что такое вот, ну вообще до этого уровня? Пока вы идете до уровня директора, вы работаете в команде спонсора. То есть вебинары вам не нужно самим организовывать. Организовать систему того же рекрутирования, ну будь то онлайн, будь то оффлайн. Вы за это не падаетесь. Вы приходите и просто обучаетесь в команде спонсора. Плотное обучение спонсора. Он готов вам уделять время, чтобы вы получали от него знания. Все это есть и все это вы видите. Иначе этого вебинара не было бы. Ольга, стойте, я еще не директор. У меня открытое звание только. Открытое? Так, сколько? Ну вот как раз таки примерно может и год есть. Но сейчас на самом деле именно... Вопрос такой каверзный. Сейчас именно вот открытое звание директора... А, открыли за кольями. Все, год, да. Смотрите. Вот я просто расскажу, как это есть. Плотное обучение спонсора. Постоянная помощь спонсора. То есть вы практически со спонсором в одной такой вот пространстве. В одном идиле. Как же вам, наверное, все-таки повезло, что этот спонсор не у вас в семье. Потому что когда спонсор у вас в семье, у вас просто других разговоров нет. Он просто вот все. Только Арифлейм. Все в семье только Арифлейм. Вообще Арифлейм, Арифлейм. Спать ложишься, снишь Арифлейм. Поэтому я сейчас просто рассказываю, как все-таки не тяжело дойти до директора. Если бы вы, допустим, работали, как это, на себя, когда свой бизнес, что-то свое открываете. Во-первых, вложение. Мы об этом говорили. И где? Где спонсор? Спонсоров нету, потому что есть на самом деле только конкуренты, которым только поесть не дай, а только вас плавить куда-нибудь. Потому что конкуренция жесткая. И смотрите, когда вы директор, звание руководителя, то есть это уже, ну, такое вот, ну, классное уже, классное звание, на котором можно уже чуть-чуть, ну, чуть-чуть отдохнуть. Если хотите выше отдыхать, нужно еще дальше работать. Но, в принципе, это такая вот устойчивая точка. Минимальная устойчивая точка, я бы так сказал. Доход от 500 долларов, в принципе, кому сегодня 500 долларов, это плохо. При этом высыпаясь, при этом не ехать куда-то, там, в 6-7 утра ломиться куда-то, правильно? Возможность получить свой автомобиль. В компании знаю кучу примеров. Получили Skoda Rapid. Казалось бы, автомобиль, ну, недорогой такой, не то, что там Volvo XT60. Но этот автомобиль тоже очень замечательный. Я очень удивлен, как компания, вот, изумительно выбрала именно это. Премия 1000 долларов. 1000 долларов в копилочку на новую квартиру, нормально? Ну, для начала, нормально же? И приглашение на банкет директоров на 2 персоны. Ни одна свадьба, вот, запомните, ни одна свадьба, ни один день рождения, вообще ни одно такое вот мероприятие даже в кругу друзей и знакомых, оно не сравнится с банкетом директоров. Вот в повседневной жизни у вас вообще будет повод просто взять, одеть платье в пол, одеть платье в пол, там, допустим, взять с собой кого-то, позвать лучших звезд и страды, чтобы они у вас выступали, чтобы вас вкусно кормили, поили, лолить именно вот в повседневной жизни. Никто, что не сможет. Но это нереально. Действительно, это нереально в обычной жизни. Все это есть в Арифлейме. Ради этого стоит строить бизнес? Кто считает, что ради этого стоит строить бизнес именно с компанией Арифлейме? Пишите плюсики. И смотрите. Ух ты, как текст интересно выделился серым цветом. Должен быть белый. Ну, вообще, читаемо. Читаемо. Если читаемо, поставьте единичные. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот именно выгодно покупать даже продукцию просто. Потому что компания очень богатая, компания может обеспечить такие скидки для своих покупателей. Это не просто какой-то магазинчик, которому надо лет 10 раскачиваться. Я думаю, с этим правилом не у кого вообще проблем никаких не должно быть. Это очень приятное правило. Второе правило – это рекрутирование. Кто не знает, что это такое, это приглашение. Это не то, что приглашение просто всех под всю гребенку. Это подбор персонала в свой интернет-магазин. Я это называю так. Потому что действительно, когда работаешь, когда работаешь с большим потоком людей, у тебя есть возможность выбирать. И третье – это обучение. Опять же, вернемся к спонсированию. У вас есть спонсоры, которые предоставляют вам систему обучения. Просто выполняйте их рекомендации. Ежедневно, беспрекословно выполняйте их рекомендации. Все будет окей. И вот эти три правила, они вообще никакого труда не составляют на самом деле. Если говорить о работе в офисе именно, то что такое работа в офисе? Я думаю, многие из вас знают, потому что онлайн в нашу жизнь еще не так давно пришел. До этого была работа в офисе. Это общение с людьми напрямую. Как раз таки было такое немножко, что каталоги кто-то показывал. Но это было на уровне такого, что как-то так в близком кругу. То есть всем подряд это не ссувалось. Может, у кого-то это и было из вас? Я не знаю. В нашей структуре такого не было. Потому что именно такие люди, которые всем-всем-всем чуть ли не на улице не вылавливают, грубо говоря, вот именно эти люди портят репутацию Reflame. И вот эта вот работа в офисе, эта работа должна быть с людьми, не с каталогом, с людьми, чтобы вы понимали. Кто из вас любит живое общение, для вас именно работа в офисе, однозначно. Кто любит именно живое общение, кто любит как-то так обняться, лишний раз поговорить, лишний раз как-то за ручку поздороваться между вами, то это для вас. Если речь идет о работе в офисе при помощи онлайн-инструментов, то это что, о чем я говорю сейчас? Вы, я знаю, что так многие структуры сейчас делают, не в Беларуси, но вот в России точно, да? Вы просто берете и прозваниваете людей на резюме. Сейчас тысячи людей ежедневно выкладывают свои резюме, выкладывают на сайты о работе, на сайты вакансий всяких и так далее. Они выкидывают это все. И опять же таки вопрос какой? Они пойдут на дядю работать или к вам? Почему вы не можете предложить это людям? Это очень классная с кема. Я не буду сейчас рассказывать, как можно с ней работать. Это все элементарно. Зашли просто в интернете, набрали работу и все. Ищите. Столько разных вообще сайтов есть, то можно сидеть и беспрерывно звонить. Или же можно выкладывать объявления, на которые будут приходить люди, на вас как на работодателя. То есть все это очень классно. Я знаю, даже вот молодежь в России есть очень классная, да? Они вот работают именно так. По 19, по 18 лет, там по 20. Открывали свои офисы, да? Ну естественно сделали звание директора до этого. То есть таким вот образом при помощи спонсорского офиса. И в дальнейшем открыли свои СПО и сидят дома вечером просто между собой разговаривают. В том же скайпе, да, лидеры, именно лидеры. И одновременно рекрутируют где-то в каких-то соцсетях и собирают потоп людей из интернета в офис. Это тоже работает, это тоже очень классно. И есть работа полностью онлайн. Если вы собрались работать полностью онлайн, то примерно вот нижнюю картиночку можете тоже смотреть. На нижней картиночке это подробно показано, как это будет у вас происходить. Так, секундочку. Ну, Паша, вы молодец, здорово, да, у меня просто чат отошел немножко, не вовремя прочитал. Да, и смотрите, работа онлайн это на самом деле работа с таким, во-первых, с потоком, ну, большим потоком людей. То есть у вас будет реально большой поток людей. Дальше, работа в интернет, она заключается в том, что вы должны быть на уровне уверенного пользователя. Не просто там я умею открыть мой компьютер, могу там зайти куда-то, включить видео, все, нет. Это откидывайте сразу. Если вы даже полный чайник в компьютере, сейчас есть методики, готовые вас этому обучить. Желание только было обучаться. Когда люди приходят и говорят, я вообще ничего не знаю в компьютере, у меня есть такие люди. Были и в семье у меня такие люди. Сейчас их уже нету, да, понимаете почему. Просто берешь и обучаешь человек. Обучиться можно всему, любой успех можно повторить. Что такое работа онлайн? Вообще, я скажу вам, как работаю я. Работаю я именно в соцсетях. Почему в соцсетях? Потому что соцсети это такое, особенно вот одноклассники, особенно ВКонтакте, это такое непринужденное общение. Это общение между людьми напрямую. То есть не просто здравствуйте, как по резюме звоним, здравствуйте, то-се, а именно работа с людьми в прямой переписке. И что, вообще какая цель, какая цель работы в соцсетях? Создание личного бренда в сети интернет. У вас есть страничка ВКонтакте? Просто, ну, каждый день, ну, там, добавляйте, ну, элементарно по 10-15 знакомых. Вечером сели, подумали, ага, с этим виделось. Там в магазине конфеты покупаю, тоже номерочек есть. Или там имя знаю, да, имя, фамилию. Взяли, подобавляли этих людей. Ежедневно только не больше 15, да, с основной странички именно. Люди добавляются, когда у вас примерно 300-400 друзей, вы просто берете и выкидываете красивые записи. Какой у вас классный бизнес, как вы, все это круто. На самом деле, если вы новичок, пьяльте команду. Пьяльте команду, потому что команда у вас очень сильная. И если у вас есть уже свои результаты, пусть даже небольшие, но есть, можете пьялить себя вместе с командой. И смотрите, на это все будут приходить люди, они будут видеть, потому что многие сейчас ищут выход из замкнутого круга. И когда человек смотрит, ага, я тут сижу, а там кто-то радуется, почему не могу радоваться, и я, а если еще на какой-то записи написано, присоединяйся тут, мы тут сейчас набираем как раз сотрудников, приходи, будет круто, что-то придет или нет, как вы думаете. А вторая цель – это создание команды при помощи онлайн-инструментов. Вот смотрите, если есть идет о полностью работе онлайн, то здесь можно что делать? Вебинары проводим? Проводим. В скайпе собеседование проводим? Проводим. С помощью блогеров всяких, да, там, на гугле или где-то еще конструкторах сайтов. Создаем платформу, на которую выкладываем опыт, информацию, истории успеха. Да, мы не едем к человеку, чтобы показать это все в альбоме, правильно? Мы все это выкладываем в интернете. Поэтому онлайн – это идеальный инструмент для создания команды, именно вот, скажем так, когда вы живете в очень большом городе, когда вам неудобно ехать к кому-то, тогда вам нужен онлайн. Дальше – организация командного рекрутирования. То есть вы должны командой рекрутировать. Соучастие каждого партнера играет очень важную роль. Если вы собрались, каждый должен выполнять свои обязанности. Каждый продекрутировал. Если вы добились цель – одна регистрация в день из интернета, и у вас есть 10 таких же партнеров, которые делают одну регистрацию в день с помощью интернета, то у вас в итоге 11 регистраций в день чисто из интернета. Примерно часик в каждом. Я сейчас знаю, что Инстаграм – это, допустим, тоже пользуюсь активно. Инстаграм – это такой вот рекрутик на бегу. Мы к этому еще придем. Инстаграм – это рекрутик на бегу, и с помощью него можно тупо в день одну регистрацию получать. Почему будет тупо? Потому что там просто нажимаешь, там ничего сложного нет. На самом деле, все равно что куда-то едем, все равно за рулем находимся. Правильно? Почему не понажимать? Поэтому онлайн – это такая вещь, в ней надо быть немножечко больше, чем в офисе. Если в офисе мы с человеком побеседовали, побеседовали, заринвестировали, в онлайне еще нужно все это организовать. Ну, мы понимаем, о чем говорю. И вот как раз-таки, вот мое любимое, что я люблю объяснять – это мифы. Мифы какие бывают? Люди приходят, конечно же, мы должны им все это красиво рассказать. Правильно? На самом деле, все и есть красиво. Но, когда мы рассказываем все очень красиво, люди думают, ага, все легко и просто, значит, из интернета будут люди сами идти, в офис вообще поток бешеный идет, и вообще все легко и просто, все само собой получится. Вот все само собой получится, не прокатит. В дурочках останетесь, если вы так будете думать всегда, потому что все само собой получится, я сижу вот так вот не делал, как девушка вот на слайде. И что будет меняться? Объединяться не будет ничего. Есть такой миф, очень классный, это не требует времени. Когда говорим человеку, ой, у нас работа в офисе 2-3 часа, там, в сутки, ну, не в сутки, в день, в интернете, допустим, там, 2-3 часа в день, я никогда этого не говорю. Я говорю, работа от 3 часов в день. 3 – это минимум. 3 – это минимум, потому что, если вы будете, ну, просто реально, полтора-два часа в день уделять, то у вас не будет результата такого, который вы хотите. А если у вас не будет результата, вы просто сдуетесь и уйдете. Поэтому я всегда говорю, что это требует времени. Минимум 3 часа в день. Вначале нужно еще больше, чтобы подготовиться, чтобы освоиться, чтобы прочитать информацию на сайте, чтобы все это сделать, чтобы запуститься. И такой вот момент, вот я вам говорил, что я к нему вернусь, это работаю, когда захочу. Работаю, когда захочу. Вот эта вещь, она сбивает многих людей. Почему? В Арифлейм нету начальника, в Арифлейм нету какого-то там вышестоящего, там, не знаю, руководителя. Да, Светлана, я тоже самое себя под впечатлением бываю порой. Да, смотрите, работаю, когда захочу. Вот человек просто реально не видит начальника, он не видит вышестоящего руководителя, он просто сам по себе. И когда у человека идет речь, работая в Арифлейм, когда захочу, у нас никто тобой не руководит, человек думает, ага, значит, сегодня я поеду туда, завтра я там туда схожу, подружки, да, послезавтра я сяду, порекрутирую, 20 минут, да, и после этого я обратно поеду куда-то еще, да, летом на озеро купаться, выехал. Вот такие вот мифы, они сбивают. Они сбивают, потому что в Арифлейм самая главная задача это организовать себя, в первую очередь организовать себя, в дальнейшем уже и свою команду. в этом цель. И вот эти мифы, их надо запомнить и надо на них не натыкаться. Смотрите, была установочка такая, дать именно фишки по онлайну, да, да, вам хорошие фишки, смотрите, где рекрутирую я. Я рекрутирую ВКонтакте, почему? ВКонтакте рекрутирую, потому что это самая большая соцсеть, ну, именно вот по посещениям в сутки, самая крупная сеть Рунета. Рунет, чтобы вы понимали, да, это, скажем так, социальные медиа, то есть все эти вот сайты, все соцсети, там ВКонтакте, одноклассники на территории Европы, то есть, ну, без счета Америки, допустим. То есть это Рунет. И ВКонтакте идеально подходит для тех, вот как раз таки я говорю об этом, да, кто владеет на уровне уверенного пользователя, владеет компьютером. То есть не просто там я могу зайти и там не знаю, как песенку включить на компьютере, да, речь идет о конкретно, ну, умении хотя бы ВКонтакте заходить и что-то делать, кому-то писать. Вот это у меня не должно быть. Если нету, ну, чуть-чуть тяжелее, капельку, не сильно. Все равно есть обучение, все равно есть люди, которые могут вам это все объяснить, расстолковать, по 10 раз разжевать. И вообще для безопасной работы я ВКонтакте всегда советую пройти подготовку, то есть без подготовки ВКонтакте не работает. Подготовка что из себя представляет? Подготовка это примерно 2-3 дня. 2-3 дня мы готовимся к рекрутингу ВКонтакте. Что туда входит? Ну, первое, чистим компьютер, да, потому что если мы открываем много страниц ВКонтакте, у нас компьютер просто Windows вас посылает на все четыре стороны, и вы не можете ничего делать. Поэтому готовимся, чистим компьютер, готовим рабочее место, ставим браузеры все необходимые, то есть все это делаем. Ставим пару расширений, я вам не буду сейчас говорить все, что да как делаем, вы сами понимаете, 3 дня подготовка, я вам сейчас на 2 минутки все это не расскажу, но моментов очень много. И ВКонтакте, рекрутирование ВКонтакте вообще, это такое, знаете, стационарное рекрутирование. Стационарное почему? Потому что с него, вернее в нем, через телефон тот же, не порекрутирует. Я там, конечно, подсказку, как можно с помощью телефона чуть-чуть там что-то делать, но с телефона в ней не порекрутируешь. Это нужно съесть, 3 часа в день бахнуть в компьютер и проработать, прорекрутировать. Смотрите, схема работы какая идеальна ВКонтакте? А, стойте, еще вот я с двумя моментами не разобрался, работа с очень большим потоком людей. Действительно, когда вы ВКонтакте работаете, у вас идет очень большой поток людей. Я сейчас не говорю о том, что вы с одной странички написали одному, у вас сотка, сотка людей пришла просто, и вы там с ними уже, ну, работаете. Здесь идет о минимум 10 страничек. Если у вас есть минимум 10 страничек, и каждый день вы с ними работаете, все у вас круто. Схема работы ВКонтакте какая? Ответить на сообщение. Вы зашли на страницу. Первое. Вы отвечаете на сообщение. Второе. Напишите новым друзьям. То есть, вы вчера добавили друзей на всех страничках, сегодня вы им пишете, те, кто добавился. Третье действие, когда вы ответили на сообщение и написали новым друзьям, это добавить новых друзей. То есть, это мы называем рекрутингом, именно добавляем новых друзей. И когда вы их добавили, отвечаем снова на сообщение. То есть, все равно люди отписываются, и мы отвечаем на сообщение. Все. Когда вы это сделали, вы можете уже выйти со страницы. Вообще, я так не делаю, я со страницы сразу не выхожу но все может за компьютером сижу до очень длительное время или с телефона где-то идут с телефона отвечаю принципе работа на вашей страничке закончены можно только отвечать на сообщение уже собирать людей на собеседование все все предельно просто на одну страничку должно уходить примерно порядка там сети минут не больше все должно делаться быстро все должно быть быстро компактно четко чтобы это все было минимум 10 страничек максимум максимум 25 я всегда советую максимум 25 потому что 25 страничек это я всегда говорю полный рабочий день это конкретно 5 6 часов это минимум на 25 страничек и то это если уже подлогчиться быстро но это полный рабочий день и откликов будет просто много будет много будет откликов мы их очень много вы просто я не знаю если вы создаете поток людей интернета в офис все до свидания вашу будет открыт еще один потому что вы не сможете просто в одном офисе все это совместить и смотрите я вам сейчас расскажу как работать в контакте именно со всех страничек одновременно кто вообще давайте чтоб я понимал кто в контакте работает кто в контакте рекрутирует каждый день кто активно там присутствует такие есть вообще должны быть так ольга ольга александра ольга ирина юлия ну в общем много очень много я вижу вот и владимир тоже расскажите как вы со всех страничек одновременно присутствуете вы знаете эту фишку про google chrome или не знаете мне вам объяснять кто знает и знаете плюсики ставьте не знаете минусики не знаете отлично владимир расскажу специально подготовил смотрите очень давно так я знаю как олеся олеся пишет да я знаю смотрите в google chrome есть такая функция пользователи называется то есть вы что делаете этих пользователей мы создаем каждый пользователь это как отдельный браузер да вы принципе сможете просто вот наберите в google chrome там создать пользователь вам все в ютубе выдастся youtube узнают все на этом не буду останавливаться каждый пользователь когда вы его создаете он как отдельный браузер на вот как отдельный браузер и вы в каждом из них открываете каждую страничку 10 страниц контакте 10 пользователей 25 страниц контакте 25 случаев задан деталь на самом деле очень классно и если речь идет о том что это как отдельные пользователи представьте вы работаете ну давайте возьмем с десяти сторонить вы работаете десяти сторонить как вы думаете если вы десяти страниц одновременно там что-то пишите кому-то до одновременно добавлять людей друзья ваш айпи адрес он палится перед контактом кто не знаю что айпи адрес давайте разберемся сразу объясню айпи адрес это такой код даже не знаками это такой код который характеризует ваше местонахождение это такой интернет код такой который шифруется он там где-то внутри этот айпи адрес когда вы работаете на многих страничках его нужно менять то есть вы берете есть такое расширение палец и конечно или напишете палец а смотрите что нужно делать есть приложение для смены айпи адреса если компьютера если брал на этом не буду снова расскажу как у меня это работает в каждом пользователям когда вы создали каждого пользователя вы устанавливаете расширение холла там в google и так и пишите холла на установить устанавливать его вот на каждого пользователя Google Chrome. На одном языке говорим. Кто не понимает, давайте остановимся. Кто не понимает, ставьте минусики для видео. И вы устанавливаете это расширение хола каждого пользователя Google Chrome. Елена, какое расширение? Так, понятно. Вопросик. В общем, давайте поясню. Просто в Google пишите. Установить хола для Google Chrome. И он вам выбивает. Вы заходите и устанавливаете. Сначала заходите во первого пользователя, устанавливаете там хола. Потом заходите во второго пользователя, также устанавливаете. Допустим, 10 страничек 10 раз установили. Понимаете, о чем говорю? Если не понимаете, просто пишите в YouTube или в Google. Он вам все выдает. Это вся информация есть. И таким образом, уже после установки, меняете IP-адрес каждой страницы. Каждой страницы. Там, в принципе, два нажатия делается. Эти все обзоры, опять же, есть на YouTube. На этом заостряться не буду. У меня тут немножко время у меня постукивает. Смотрите, вот когда вы прорекрутировали все страницы ВКонтакте, вам, наверное, даже не то смысла сидеть за компьютером. Серьезно. Потому что, если вы сидите за компьютером, вы просто теряете время. Установите Mail.ru агент для Android. Боже, если у кого-то нет всего на сегодняшний день Android еще, наверное, надо задуматься. Может, что-то у вас в жизни немножко не так. Надо Android покупать. И вот если у вас есть Android телефон, это сейчас у всех практически, вы устанавливаете Mail.ru агент. Это такая вещь, которая позволяет. Ну, вы там вводите логины и пароли от всех страничек, и все сообщения, все уведомления с этих всех страниц, они приходят вам в один Mail.ru агент на телефон. Таким образом, вы, допустим, поработали, вы реально понимаете, что вам сегодня надо туда-туда съездить, и вы поехали. Мобильный интернет на телефон стоит, ну, блин, фу, и растереть, да, очень мало стоит. Подключили, и просто где-то в дороге отвечаете на сообщения. Там шаблончики скачали, допустим, на телефон, и вот прям сходу идете и отвечаете. У меня даже была одна ситуация, когда вот я шел с телефона отвечал, и прям в эту же секунду мне записался человек на собеседование. Я прям шел по улице, там, ну, правда, тишина была, и я поэтому проводил. Прям по телефону все рассказывал, вот так вот было, и сразу регистрация, да, то есть я сразу смс-очка с телефона отправил человеку, ну, там, отправил все материалы, отправил ссылочку на сайт, то есть, ну, он пошел, все, он пошел, он обучается. Мы с ним только завтра созваниваемся. Поэтому, агент это очень такая, ну, та фишка, это идеально классная фишка, и надо пользоваться. Дальше еще и пару моментов есть. Расскажу вам вообще, да, кто еще пока что в онлайн, ни туда, ни сюда, да, в принципе, знаю, что много уже кто-то из вас. Смотрите, если вдруг есть такие, кто еще определяется, в какую соцсеть идти, или как рекрутировать ВКонтакте, как именно это делать. Смотрите, Инстаграм, буквально вот недавно Инстаграм пришел в мою жизнь, пришел буквально недели две назад. И что это такое? Инстаграм это рекрутирование на бегу. Вот вы идете по улице, все равно же идете, да, взяли с телефона, порекрутировали. Как делать, тоже все это у вас есть, я знаю. Есть это и в Ютубе, и в Гугле, все есть. Все, о чем я говорю, что-то непонятно, все есть в интернете непосредственно. Есть работа с одноклассником. Работа в одноклассниках, я ее тоже считаю стационарной, но эта работа, она не требует больших, там, больших, как это сказать, а системных таких навыков, системных навыков, которые там должны особенным, что-то серьезное делать. В одноклассниках очень просто работают, но там целевая аудитория. Целевая аудитория там очень такая высокая, там 25 минимум там. Там в основном такая аудитория, ну, 30-35-40, преимущественно. Во всех, вот Олеся пишет во всех, во всех они тяжело совмещать, если во всех. Я думаю, что надо успеха в одной добиваться, моя позиция. Ага, во всех. Но интересно, тоже буду сейчас пробовать совмещать уже. Но в одной успеха уже добиваемся. Смотрите, и такой момент, резюме и доски объявлений. Что такое резюме и доски объявлений? Так, ага, иди напишет. Да, VK, OK, INST. Смотрите, резюме и доски объявлений – это такие вещи, на самом деле, не предсказуемые. Если мы выкладываем объявления, отклики могут быть, отклики могут не быть. Но вещи – это хорошие. Если взять, если вы работаете реально только на досках объявлений, вы работаете месяц, через месяц заходите на этот сайт, тот или иной, все. Можете просто вот смотреть вакансии любые, которые на этом сайте есть, вот это практически ваши, да, лежат. То есть, если вы остановились от работы, вакансии уже там кто-то другой выкладывает. То есть, эта работа такая – поработал, ну и все, ну там, да. Если перестал работать, то уже не вакансии. Но на них идут хорошие отклики иногда бывают. Особенно вот потоки времени, когда вот вечером с 7 до 9, когда люди с работы едут, они что-то заходят куда-то еще, да, безработица в Беларуси все-таки. И утром вот в 7, примерно с 6 до 8 утра вот идут хорошие тоже, люди заходят. И что очень важно, можно звонить по резюме. Люди часто выкладывают свое резюме, еще работу, да. Мы, конечно, сварщикам всяким не звоним, там уже, да, там, или там, столер, столер. Хотя, помню, даже столеру проводили собеседование, было интересно, очень мы смеялись. Но оттуда можно вызванивать людей именно от тех, которые вам нужны. В принципе, вот эти три метода, они такие ходовые самые, если не читать контакт. Я вам скажу просто такой момент. На самом деле, инструкции есть у всех. Все, кто работает в онлайне, они, ну, даже если чего-то нету, они ищут это в интернете, это все очень быстро делается. Они находят, они добиваются успеха. Все это можно взять у вашей команды. У вашей команды все эти материалы есть, я все видел. Так, ладно, не будем об этом. Но смотрите, нет волшебных методов, есть упорство. Вот если вы упорно работаете, если вы упорно делаете те или иные действия, которые ведут вас к успеху тем или иным образом, все равно у вас будет успех. Мне однажды сказали такую фразу интересную. Сказали фразу, даже если ты ползешь с черепашим темпом, даже если ты вообще там просто руку вытянул в направлении цели, но ты чуть-чуть ползешь, то результат будет. Просто вопрос за какое время. Можно делать быстро, можно за полгода стать директором, да? Если у кого-то там реально кто-то вот просто нацелен на результат, или у кого-то выхода нету, да? В общем, кредит жмем и что-то еще жмем. Человек просто берет и, и, как говорил кто-то там, ебает, да? Кто-то там говорил на какой-то из лидерских встреч. Ебать, 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 да? Работать, работать, работать. И человек тогда работает. Но если у вас как-то так все в раскачечку, все как-то вроде бы, блин, несерьезно, и вы работаете часик в день, ну, извините, ребят, так не бывает. Ну, не бывает быстрых результатов. Если вы уделяете реально, ну, тьфу, и растереть времени, да? Поэтому, если вы упорно работаете, да, в чате правильно написала, если вы упорно работаете, это все у вас будет. Если вы выполняете все рекомендации ваших спонсоров, если спонсор какой-то у вас, не дай бог, там, где-то слетел, то у вас есть вышестоящие спонсоры. Просто делайте, что они говорят. Но когда вы уже на уровне 15-18, там, процентов, да, 22, уже пытайтесь делать то же самое со своими людьми. Вы будете ловить большие, такие, как, где-то было, кайфушники, да, кайфушники, кайфовать вы будете, когда люди ваши будут выходить на сцену. Не только вы, не только вас будут поздравлять, а именно ваших людей, вашу команду, что вы такие молодцы. И это дорогого стоит. Поэтому все мы туда идем. И вот такие, знаете, два вопроса. Вот кто задавался такими вопросами? Кто задавался таким вопросом прям плюсики, вот прям ставьте много плюсиков в чате. Кто задавался такими вопросами? А смогу ли я? А хочу ли я? А надо ли оно мне? А вообще, как это все будет? А что будет потом, да? Да? Вот. Евгений и Ольга Алексовой, даже не буду перечислять, все пишут. Все пишут. У меня были тоже такие вопросы. На самом деле, я опять же таки по прошлому слайду скажу. Просто много действий. Любой секрет успеха – это много действий. Что-то у вас в жизни не так много действий. Да? Я говорю про правильную сторону, про вперед, а не назад. Поэтому очень много действий. Если вы делаете много действий, все будет хорошо. И тогда вы просто сможете прекратить называть себя вот этими такими смешными грузинскими фамилиями. Хочу ли я смогу ли я, да? Хочу ли я смогу ли я? Вот эти грузинские фамилии, они у вас просто не будут возникать. Если у вас есть результат хотя бы минимальный, все у вас будет и будет у вас и вера в себя, будет у вас и мотивация внутренняя, все у вас будет. Главное – много действий. И если вы на сегодняшний день, если здесь есть какие-то там трехпроцентники, или кто-то, ну, кто-то, какие-то новички, которые вот только вот буквально даже сегодня, вчера включились, да? Если есть такие люди, знайте, если вы еще до сих пор для себя не приняли решение, просто начните искать. Начните искать и задумайтесь. Глубоко задумайтесь где-то внутри сознания. Задумайтесь. Если не Арифлейм, то где? Если не Арифлейм, то где я смогу получить то, что я хочу? Где я смогу купить дом? Где я смогу заработать на машину? Где я смогу заработать на путешествия? И где я смогу дать своим, допустим, детям, да, какое-то хорошее образование? Задумайтесь. И очень важный момент, вот очень важный момент. Каждый год примерно от 150 до 300 директоров, прошедшие 3 года, каждый год на банкете 150-300 директоров. Каждый год проходят банкеты, каждый год проходят конференции, каждый год мы путешествуем, каждый год мы получаем деньги хорошие, 17 зарплат в году. Но я сейчас не говорю конкретно про людей, которые только начинают, я говорю уже хотя бы про уровень 18%, оттуда все начинается. И менеджерские конференции есть. И просто задумайтесь. Столько всего происходит. Арифлейм растет, Арифлейм показывает результаты, Арифлейм дает возможность путешествовать, он дает возможность заработать деньги, он дает возможность быть первым не только в своей семье, а быть первым и в городе, и в стране, даже в мире. Есть возможность быть в мире первым. Начните хотя бы с себя. Станьте для себя первым, станьте первым в своей семье, и вы увидите, что вы куда-то вперед идете. И вопрос только в одном. Как вы думаете, какой вопрос? Вопрос только в одном. С вами или без вас? Арифлейм будет процветать всегда везде. С вами или без вас? С вами или без вас? Он будет процветать. Просто вы можете быть вместе с Арифлеймом. Можете быть не вместе с Арифлеймом, а может быть от Арифлейма отойти. Всегда общайтесь с теми людьми, которые ведут вас к успеху, они уводят от него. И вот смотрите, очень важный момент. Так, мышку видно мою? Мышку видно? Нет, как ее сделать? Тут немножечко по-другому такой дизайник. Так, вот сейчас видно? Видно, наверное. Смотрите, вот сейчас где-то здесь вот я нахожусь, да? Вот сейчас вот где-то здесь нахожусь я. Задумайтесь, где находитесь вы. Может кто-то находится чуть раньше, может есть такие исключения. Если вы находитесь здесь, ну блин, надо срочно действовать. Срочно надо вообще там что-то делать, надо как-то рвать металл и вообще надо срочно что-то менять в своей жизни. Если вы где-то вот здесь вот, тоже надо это делать. Даже если вы где-то вот здесь. Расскажу вам одну историю. Расскажу так, а как убрать это все? Тут как-то так немножко этот... Ладно, не будем. Смотрите, очень важный момент. Есть одна история такая. Зовут женщину то ли Татьяна, то ли Ирина Давыденко, да? Она из России. Ей 76 лет. Помнится, смотрел какое-то я выступление, это Мила Полежаева. Мы уже с вами сейчас подходим к концу. Вот я сейчас расскажу. И Томила вышла на сцену, такая вся заплаканная какая-то, такая вся. Ну, прям лица на ней не было. И все не могли понять, в чем дело, что происходит. И она зачитала со сцены такую записку. Томила, мне очень нужно с тобой встретиться. У меня для тебя есть очень важный вопрос. Я хочу твоей помощи. Я очень хочу успеть стать бариантовым президентом компании Reflame. И снизу подпись. То ли Татьяна, то ли Ирина. Я имя не помню, к сожалению. Татьяна Давыденко, да? И подпись 76 лет. 76 лет человеку, человек ставит перед собой цель. Татьяна Давыденко вроде бы, или Ирина Давыденко. Я точно не помню. Можете в интернете посмотреть. 76 лет. Цель президента. Вот такие цели надо ставить. Такие цели надо перед собой ставить и их достигать. Если вы даже находитесь где-то уже в конце вот этого пути, все равно не поздно. Все равно не поздно все это сделать. Все равно не поздно воплотить. Поэтому, знаете, чем дальше вы, вот по этому вот графику, да, чем дальше, ну, вообще не имеет значения. Все равно надо делать. И время сначала идет, потом лежит, а потом оно летит и улетает, и его нету. Понимаете? Я хочу пожелать вам успехов. Я хочу вам пожелать реальных целей. Я хочу вам пожелать больших мечт, больших целей, еще раз повторюсь. Хочу вам пожелать больших успехов, потому что если вы по-настоящему хотите, если вы по-настоящему желаете что-то получить, все у вас получится. Я вам еще под конец сейчас расскажу одну историю, историю, которая во мне перевернула. Очень много перевернула. Перевернула мне история такая. После своей жизни человек отправляется куда? Мы все знаем куда. Он отправляется на суд Божий, суд Господний и так далее. И вот Бог спрашивает у человека, ну что, как тебе жилось на земле? Как, как, фигово, блин. А что фигово? А что тебе не нравилось? Он говорит, ну я хотел квартиру. Какую квартиру? А получше? Я не знаю, получше квартиру хочу. А машину-то какую хотел? Получше, хотел получше. Да, то есть человек начал сам на себя злиться, потому что он реально не знал, чего он хочет. Он не знал, ну вообще, не целить перед собой не ставил, он ничего не знал, куда он идет. И Господь начал спрашивать дальше, что ты еще хотел? Он говорит, хотел себе вот участок. Какой участок? Ну не знаю, ну большой хотел участок. Вот так вот начал говорить. Господь говорит, пошли со мной. Они пошли к стене, они подошли к стене. Господь открывает ширму, на такую вот занавесочку открывает, и они вдвоем смотрят и наблюдают, что там происходит за ширмой. Море. Вы представьте, каждый для себя представит по-разному сейчас. Море. Легкий морской ветерок. Стоит шикарная вилла. Стоит вилла, дом такой красивый, классный, весь такой пафосный, да, стоит. Море, вот это все, вот эта вся атмосфера, песочек этот горячий, солнышко светит. Лежит женщина на шезлонге, читает книгу, пьет мартини. Бегают какие-то дети вдвоем. Бегают. Они бегают, что-то там вообще просто играются, да. И вот этот человек спрашивает, Господи, что это? И Господь Бог ему отвечает, а ты посмотри внимательнее. И он смотрит и начинает узнавать, что та женщина, которая лежит в шезлонге и пьет мартини, книжечку, это его жена. А те дети, которые бегают и играются, это его дети. И он обратно спрашивает, что это? Господи. А Господь говорит, вот это все было предназначено для тебя. Но ты об этом даже и не мечтал. Ставьте перед собой большие цели. Ходите по большим мечтам. Заходите вперед. Ставьте перед собой такие цели, чтобы даже, блин, представить было сложно. И чтобы остальные, когда их слышали, чтобы они с вас смеялись, а смеяться они будут, потому что они этого не понимают. Успехов! Спасибо большое за такой теплый чат. На самом деле очень много обратной связи сегодня было. Это очень приятно. Поэтому я вам напутствие дал. Все, что хотел сказать, сказал. Субтитры сделал DimaTorzok